Еще одна наша съемочная группа побывала в сквере защитников Москвы в микрорайоне Луговая и Восточный, где также проходила акция «Наш лес, посади свое дерево». Большинство участников акции «Посади дерево в лобни» составили дети, учащиеся школ, пришедшие на городские площадки целыми классами. Чтобы помочь, мир стал чище. Из-за этого у нас в городе происходят чистые эстетические изменения. И даже это прекрасно, что у нас город зеленый. Вдобавок у нас будет чище кислород и красивее. Посадить дерево в своем любимом городе – это, я считаю, огромное достижение. В сквере защитников Москвы к школьникам присоединились участники организации «Боевое братство». «Боевое братство не может быть в стороне от всех этих мероприятий. Мы показываем своим примерам молодежи то, что нужно посадить в нашем городе лишнее дерево, которое будет для нас нужным, полезным. И дети видят то, что они не одни, мы пришли вместе с ними». Заявил о себе и молодежный совет. «Сегодня у нас четыре человека. Кто-то не дошел, кто-то проспал. Но главная часть, люди об этом знают, об этой акции, пишут и добавляют фотографии, как они сажают. Я думаю, что будет много молодежи, которая сегодня посадила деревья». «Много деревьев сегодня посадить планируете?» «Мы уже посадили три дерева. И мне кажется, что, в принципе, это неплохо, потому что народу достаточно много и людей больше, чем деревьев. Поэтому нам каждому досталось практически по дереву. Мне кажется, это неплохой результат». Посадка деревьев не могла избежать внимания ветеранов города. В каждом микрорайоне принять участие в акции сочли своим долгом участники войны и родственники погибших. «Я чту память благодарна погибшим. И, конечно, сегодня акция «Посади дерево» – это и для памяти. Вот мы стоим, видите, на святом месте, в священной земле погибшим. И плюс это город будет краше, зеленее. И легкие будут дышать, и настроение будет другое». «Человек, который сажает дерево, он всегда думает о том, что будет впереди, что будет в будущем. Так же, как наши родители старались посадить деревья для нас. Поэтому сейчас я не могу даже выразить свои чувства, потому что это очень больно, смотря на них, на те, которые погибли, которые не дожили до этого хорошего времени». «У нас возраст такой, что наши родители все были в основном участники войны. Все они сейчас ушли. И вот эта акция сегодня для нас просто святая». Жительница микрорайона Букино Татьяна Тарасова такую массовую посадку деревьев считает еще и отличным средством провести время с пользой – встретиться с друзьями и пообщаться с молодым поколением. «Вот эта встреча, это же замечательно, когда люди могут общаться, встречаться, вместе поработать, друг другу улыбнуться и вообще друг друга увидеть и даже познакомиться, может быть, кто-то даже с кем-то. Вот это я хотела сказать. Это же прекрасное не времяпровождение, а встреча даже людей взрослых и молодежи». В самый разгар акции сквер защитников Москвы посетил и глава города Николай Гречишников. «Задача поставлена губернатором как можно активнее, как можно лучше провести эту акцию. И, конечно, в свете постановки исполнения этой задачи, конечно, мы постарались действительно это максимально сделать на территории нашего города. Несмотря на то, что территория небольшая, мы действительно постараемся сегодня. Сначала планировали мы как бы по прикидкам 500, потом уже передали 600, а сегодня действительно уже в ходе подготовки за последние три дня предприниматели проявляют инициативу, жители просят уже. «И действительно, сегодня мы уже выходим, вечером подведем итоги, но где-то на тысячу деревьев уже, может быть, мы и выйдем как раз на посадку такого количества. Для нашего города это очень шикарно будет, нормально, потому что площадь небольшая и везде вот, даже вот на примере вот этого, посмотрите, тут подсадили мы всего 50 деревьев, а сразу целый микрорайончик маленький сразу же украсился. Дай бог, чтобы они, конечно, все принялись». В микрорайоне Луговая посадка деревьев проходила на двух площадках. «Площадка первая около ВНИИ Кормов находится у главного корпуса, там приняли участие сотрудники ВНИИ Кормов нашего. Вторая у нас площадка около домов 3, 15, 16, 18. Здесь жители сами активно принимают участие, также сажаем здесь кустарник, благоустраиваем территорию». «Всего на Луговой посадили 65 деревьев и кустарников». «Ива, значит, кустовая ива, значит, дерн кустарники, береза. Проводятся масштабные вот такие посадки». «Активное участие в посадке деревьев принимали жители микрорайона. Такая работа здесь проводится и без специальных акций, рассказывает один из жителей Луговой Роман Рудый. «Я считаю, что каждый двор должен быть облагорожен и приведен в красивое состояние, чтобы наши дети здесь чувствовали себя комфортно. Взрослые пенсионеры, вот видите, для них лавочки. Облагораживаем, стараемся для себя, для людей, для общества». Внушительную по своим масштабам акцию провели и у Луговского храма. Здесь при участии магазина «Полина» посадили 700 кустарников. В микрорайоне Восточный деревья сажали у Киевского храма и в парке. «Мы сегодня сажали деревья также на Киевском кладбище. У нас там было высажено порядка 98 туй, почти около 100 берез было сегодня высажено на Киевском кладбище. В нашем парке мы сегодня посадили 20 рябин, начали рябинную аллею создавать. Также посадили черемуху, которая вокруг прудов появилась теперь. Также мы сегодня посадили на аллее славы 18 туй. Это нам помогла наша городская автошкола, это все наши предприниматели, как обычно нам помогают. И жители просто приносили свои деревья, саженцы сегодня высаживали, школьники с нами участвовали. Общество охраны природы, Логинское отделение, общественная палата на сегодняшний день 5 присутствовала. Наш настоятель нашего храма, прихожане нашего храма». «Сегодня Святая Церковь празднует память двух благоверных князей – Александра Невского, нашего великого воина, и Даниила Московского, устроителя Москвы и ее пределов. И вот очень мне было приятно и радостно, что сегодня в этой акции «Посадки деревьев» принимали участие два Александра, наш Александр Емульзанович, декор нашего храма, отец Александра, и два Даниила, наш реген Данил и мой младший сын Данил. И вот тоже совпало так удивительно и это, и вот день и празднует святых, поэтому у нас будут в парке и теперь именинные деревья». Настоятель Киевского храма также отметил важность заботы об окружающей среде. «Мы сейчас с вами заботимся о проблемах экологии, потому что 20 век принес нашей планете очень серьезные разрушения, разорения, когда люди, у которых и так есть столько, сколько они смогут потратить свою жизнь, они хотят еще больше и больше. И при этом они не смотрят на то, что разрушается экология, разрушается природа. Из-за деятельности человека, наверное, как человек, никто нашей земле столько вреда не принес. И поэтому вот даже наш священный сенот принял летом этого года постановление о том, что первое воскресенье сентября объявляется днем Божьего творения, когда и священники в проповедях призывают людей о том, чтобы они задумались о проблемах экологии, о проблемах окружающего мира, которые Бог нам дал для того, чтобы растения, деревья очищали воздух, чтобы нам земля давала плод. Мы с этого всего живем, и это мы уже перестаем замечать, и не всегда мы к этому относимся сбережно. И поэтому, вот видите, совместными усилиями мы все призываем внимание, привлекаем людей к тому, чтобы как можно больше мы в времени внимания свое уделяли сохранению окружающего мира, потому что у нас растут дети, у кого-то уже внуки, и нам надо передать землю хотя бы в том состоянии, в котором мы ее приняли, а не в том, во что мы ее превратили. Всего в рамках акции «Наш лес – посади свое дерево в Лобни» было посажено 1610 деревьев. Никита Панин, Александр Михайлов, Михаил Жуков, телекомпания Лобни.